Всем здравствуйте, дорогие друзья! Прогулочка по Лазаровскому. Есть тут кое-какие небольшие дела. Погодка классная. Решила прогуляться. Ребёнок мне на тренировке. Хотя утром, я говорю, опять был ветер, но сейчас погода хорошая. Зимой, естественно, не работают все эти горки. Только летом, но всё равно смотрится всё очень-то красиво. Сегодня у нас где-то плюс 13. В горах, конечно, попрохладнее. Ну, а в самом городе потеплее. Радует, что нет дождя, можно так хорошо погулять. Здесь магазин тоже всякий тут закупаю. Для стройки бывают штуки удобные. Ну, вот здесь вот рыночек. Уже не раз про него рассказывала, но сейчас мы на него не пойдём. Нужно всегда хорошие продукты купить. Такая как ярмарка называется. Ну, по факту это даже не ярмарка, а такое как постоянно, да? Потому что у некоторых ярмарки работают по выходным, а здесь они работают каждый день. Опять вот я надела лёгкую шапочку, потому что погода непонятна, то ветер, то не ветер. До моря, не знаю, дойду я сегодня, наверное, не дойду. Посмотрим. В общем, какое-то сонное состояние, несмотря на хорошую погоду. Решила пораньше немножко прогуляться, чтобы не уснуть. Это хорошая погода, честно говоря, и гулять в удовольствие. Вот тут Феникс, Феликс. Красное и белое. Заправочка. Уже 6 к Новому году будут всякие эти штуки продавать. Снимаю вам частенько. Всегда какая-то красота. Потом закупаю. В общем, в принципе, всё как всегда. Ну, что-то меняется, естественно. Вот здесь вот убрали. Да, я уже как-то вам показывала или не показывала. То есть вот так тут было классно. Такие стульчики. И многие, кто приезжал в Сочи или с Краснодара, они останавливались, пили кофе в кофейне. Ну, убрали. С одной стороны, открытое пространство. А также тут и остался и магазин, как был. И кафешка. Ну, вот убрали всё, что было вот это закрыто. Такие же у меня прям сверхвеликие дела. Нужно, в общем, распечатать. Какие документы, ещё что-то. Ну, такое. Мелочёвка. Завтра, скорее всего, уже надо будет обратно ехать. Поскольку, ну, кошечки у меня там соседи кормят. Но тоже, во-первых, холодно. Они у меня дома ночуют, когда холодно. Ну, в принципе, всё время ночуют. Большая часть кошек есть, которые такие самостоятельные, не сильно хотят. Так. Ну, это я про Адлер говорю. А здесь, в принципе, тоже есть хозяйство. Они также у родителей. Так. Поезда. Чух-чух. Зимой, как вы видите, естественно, не работают ни столовые. Магазины многие тоже закрыты. Но имею в виду такие пляжные товары, естественно, кому они нужны. Ну, и зимой народ спит, фактически. Я имею в виду, что всё очень так. Карамелька такой детский центр. Классный. Нет такого активного движа, как это происходит. Как обычно, меня тут прервали звонком. Оно важным. Немножко тут тормознулось возле этого красивого домика, который меня восхищает. Он простой, но вот такой, да, классический. Улица Победы, мои любимые, тоже такая. Пальмочки. Ну, то есть, это ещё дома, да, наверное, не знаю, с каких годов времён. И тут люди с покон веков живут. На первом этаже они делают, как правило, магазинчики, при лавочке. И зимой, конечно, в основном не работают, но можно, видите, вот листья сейчас нет, но бывает, что оставляют телефоны, и можно позвонить, и спустятся, и что-то, пожалуйста, вам вынесут. лавка травника. Обычно всегда цветы не продаются, ну, потому что цветы красивые, все спрашивают. В общем, улица Победы, как и Лазарева, такая центральная улица, но мне очень нравится тем, что какая-то она такая домашняя, да, уютная, в то же время широкие, да, широкие дороги, тротуар, да, скажем, даже тротуаром-то это язык не поворачивается, назвать. И, в принципе, очень удобно. По одной улице, пожалуйста, есть Сбербанк, магазины, всякие разные. Вот здесь вот, например, обувь можно какую-то, я тогда брала для походов, да, то есть, потом уже узнала еще один магазин, где можно там уже более такое для таких, более жестких походов найти. Аптеки, всякие бытовые магазины. Кстати, в аптеку надо зайти, вот что я вспомнила. Начинаешь вспоминать уже все по дороге, что тебе надо. И, в общем-то, пройдя по одной улице, можно решить все свои вопросы. Я же это говорила, что, в принципе, за месяц даже меньше можно в Суевом ФЦ сходить, не таких тут 10-15, минут и вы все сделаете. зашла я в аптеку. Хорошо, что у меня здесь карточки. Кстати, друзья, рекомендую всегда, чтобы скидочные карты, но реально дешевле, да, то есть, я беру такую мозилку, вечером, если там что-то, продуло натирать, и 200 рублей, да, мне вот списали. Это круто. То есть, где-то там 300, где-то 500 за полгода ты заплатила, и удобно. Ну, это так, такая, не скажу, что я сильно экономная, в чем-то я экономлю, а в чем-то, конечно, не очень экономно. Эти дни, несмотря на хорошую погоду, я думала, что в дождь, да, как-то хочется спать, и в такую погоду тоже сонное состояние. Поэтому надо просто собираться, идти гулять. Меня спрашивают уже, как бороться с ленью, там, со сном. А просто главное выйти на улицу. Так как я и психолог, и энергопрактик, так же скажу, пока дома сидишь, ничего не хочется. Как-то вот это вот тепло, расслабление, на улицу выходишь, и как-то все меняется. Так, поехали дальше. Здесь вот такой рыночек. Давно я тут на нем не была, но тут, в принципе, неплохие приправы. Колбасы, сыры, всякое разное продается. Мне нужно, в общем, дойти до распечатки. Такой план. В аптеку зашла, хотя я хотела возле дома зайти, а потом забыла, потому что, видимо, съемку начала. Ну, мне не принципиально, в любую аптеку могу зайти, даже где нет скидки. Главное, не забыть, что надо что-то взять, потому что к себе поеду, вряд ли я там куда-то сильно доберусь. Я обычно либо заказываю на дом, да, продукты, аптека будет долго. Вот, смотрите, тоже какие пальмы, кстати, с обновлений. Большие, красивые засадили, сочифонские. Сфетофор сейчас закончится, бежать я не буду, конечно, но подождем, поснимаем. Мне всегда вот эта сторона нравится, тоже очень красиво, классно. Особенно, когда солнышко садится, там можно и на море, кстати, пройти, но мы сейчас, конечно, не пойдем туда. с пальмами, но совсем другое дело, когда они станут попышнее, будет красиво, прекрасно. Сейчас вот было 98 секунд, ждем ребенок у меня на занятиях, так что нормально, все успеваю. классно, что все эти великие дела, я говорю, в принципе, ну, когда летом пожаре, они, может, не так быстро решаются, но тут по победе прошел, да, в основном, может, по Павлова. Зашел банк, зашел там в аптеку, зашел в магазин, и все, если уже потом какие-то сумки набрал, взываешь такси, в принципе, 100 рублей ты дома, ну, чуть больше может. Я, конечно, предпочитаю пешком ходить, это я люблю, кто знает, ну, естественно, по нормальным дорогам, так как у нас там не очень такие, да, местами, одно дело в лес я хожу, да, у себя там черешня, а именно вот так вот по каким-то канавам, естественно, я не буду ходить, хотя у нас делают потихонечку дорогу, скоро будет и неплохо. Так, вот я почти перешла дорогу, мое любимое местечко, не только мое, наверное, такая, да, площадка национальных культур, для детей очень много занятий, мне тут ребенок тоже занимается, на разные-разные ходят занятия, когда есть, как говорится, время, настроение, было, конечно, здесь позеленее, но за счет того, что они полностью, да, что-то некоторые деревья ставили, некоторые пересаживали, ангела переместили, то многое поменялось, напишите, кому нравится, да, кто видел, кто был перестановку, по мне, как-то было более по-домашнему, с другой стороны, если брать в плане уборки, если брать в плане уборки и всего, то есть, наверное, им удобнее, да, здесь вот, огромная площадка, а так, мне кажется, что вот здесь вот были такие цветы, растения, да, и, наверное, детям, чтобы там на роликах, прочее кататься, тоже, наверное, удобнее, уж не знаю, ну, как-то так, странно, что еще нет елки, я вот удивлена, обычно прям рано-рано, да, елку наряжает, а тут уже, когда я сегодня снимаю, да, 2 декабря, елки еще и близко нет, хотя в том году вот в каких-то местах ее быстрее нарядили, в каких-то нарядили позже, но опять же очень удобно, когда детей ждешь занятия, то есть тут есть вот такие, плюс, наверное, в том еще, что лавочки, да, сделали вот одна единая туда, туда она дальше идет, и то есть места всем хватает, и летом включают фонтан, дети тут просто, их отсюда не выгоняешь, то есть тепло, они купаются, наверное, зимой бы оставили, но так как дети, многие до сих пор даже в футболках носятся, потом бы попростывали, наверное, попросили, чтобы не включали, так как детей не остановишь от фонтана, такое удовольствие, ангел, вот он был немножко дальше, а сейчас вот здесь вот, так, что еще тут, еще хотела эту сторону немножко вам показать, а я иду дальше по победе, такое, как маленькая Сочи, я уже говорила, что Лазаревская, это как Сочи в миниатюре, такую же вот арку сделали, в нескольких местах ее сделали, кто-то говорил, что не зелено, очень тут зелено, вопрос в том, что очень много что-то пересаживает, меняет, поэтому местами может казаться, что не так, да, все это, ну а здесь, я не знаю, ну, конечно, для детей больше пространства, чтобы они там не врезались в клумбы, наверное, это лучше, если брать с такой точки зрения, да, конечно, было как-то вот по-другому немножечко, здесь вот такие качели, но они больше, наверное, для красоты, чем для какой-то пользы, ну, это вот опять мое мнение, большой такой киноцентр, ну, он совсем, скажем, крохотный, ну, в принципе, хватает, чтобы его, мы с сыном ходили как-то, как раз тоже, когда мы ходили, то давно мы ходили, по-моему, мы ходили, прям давно-давно, то есть тоже лил душ, и как раз в такое время нужно им звонить, предупреждать, что ты придешь, и тогда они, может, бывает, что никого нет и не проводят, ну, чтобы сеансы проходили, нужно заранее, в общем, позвонить, ну, а так классно все, придешь, посмотришь, так, вот мы продвигаемся в мою любимую часть улицы Победы, где пицца, пиццерии, фамильяры, там рядом, там магический магазинчик, тоже классный, три неба, потом грузинский ресторанчик, ну, в общем, в принципе, здесь много чего сосредоточено, недалеко дальше, там Сбербанк, где занятия проводила, там зал закрыли, один открыли, один закрыли, ну, и, в принципе, дорога на море, мне тоже нравится вот эта дорога часто ходить, зато тут, видите, все украсили, классно, да, все украшено, ну, отсюда можно на улице Павлова потом выйти, убегаю опять я от музыки, тут еще одна пиццерия, тоже неплохая, она тут сама обслуживает, ну, а тут, конечно, можно так душевно посидеть семейно, ну, как бы не скажу, что дешевые цены, как многие думают, что дешевле, чем в Сочи, нет, смотря, что вы будете заказывать, но смотря, в какой, Сочи сравнивать, какое место пойти, но в целом прикольно, есть куда сходить, конечно, не будет работать каждая столовка, которая работает летом, и, допустим, как я рассказывала, гостевой дом, и при ней, как правило, хозяева делают там столовую, сами готовят, либо кого-то просят, вот здесь вот, если можно, по вот этой дорожке к храм, к храм пойти, прям такая фитнес-нагрузочка будет, и даже подальше, но сейчас туда не пойду, по другой стороне пойду, Ильич сохранился, Ильич и Ленин, ему даже цветы приносят, магазин Марка, тоже неплохой, имеет новую продукцию, тоже периодически, но я сейчас стала даже на озонях, честно говоря, много чего заказывать, хотя вроде здесь дешевле, ну просто удобней, опять же, я говорю, вот по одной улице, вот тебе нотариус, вот будет Сбербанк, сейчас как раз тут будет распечатка, и там же и белье продают, ну в общем, все так делают, вот Ленин, то есть по одной улице, прошел все дела решил, фактически, да, потом еще зашел погулять на море, это классно, в моем понимании, вот такие вот и дома еще старых лет, да, сохранились, ну в принципе, как есть, так и есть, что-то, конечно, и новое строится, но много чего и осталось, в общем-то, люди, кто еще в те времена купил, и вот они живут, можно сказать, ну не можно сказать, а так и есть, на центральной такой улице, распечатка у меня подальше будет, как раз еще с вами пройдем, то я думала потом, а потом, когда потом снимать, ну вот видите, еще елка не наряжена, но уже многие магазинчики, парикмахерские и прочее, у них все украшено, первым делом, вот так и везде, первый ряд делает магазины, это логично, там же будет и библиотека, и книжный, МФЦ перенесли, тоже здесь был недалеко раньше, так что так вот классно, так, сейчас как раз я пойду на распечатку, ну а мы с вами чуть позже увидимся, а там вот как раз вот банк с левой стороны, ну то есть в принципе по одной улице пройдя, можно решить все-все задачи, хорошо прогуляться, видите какая погода,